Здравствуй, мой любимый стратегический жевжик! Ты слышишь Алексея Халецкого? Это значит, что он на канале Лёша играет. И вот буквально только что вышло обновление к Сидмэр Стивилизейшн 6 с новой цивилизацией, Вавилоном. Предварительно она выглядит, конечно, как имба, но это не мешает нам сыграть за неё на уровне сложности божества, как я всегда делаю с новыми цивилизациями. Давайте покажу, я уже подготовил специально карту, значит, будет у нас уровень сложности божества, древний мир, скорость игры сетевая, стихийные бедствия 4, 18 городов-государств, такая обычно, Беру континенты, я считаю, что против компьютера именно на континентах интереснее всего играть. Все настройки стандартные, кроме уровня моря постараюсь... Я поставил низкий, возможно, будет больше немножко территории, но мне кажется, в 6 цивилизации это не влияет на количество территории. Включаю новый режим Герои и Легенды, все остальные выключил, именно с ним будем знакомиться и смотреть, что тут сделано. Все военные победы включены и без варваров, потому что, оказывается, они реально на уровне сложности божества мешают компьютеру. Если вы хотите, чтобы компьютер сильнее играл, то вам лучше варваров отключать тоже. Ну и специально еще поставил самые научные цивилизации, цивилизации вот из New Frontier. Понятно, Гильгамеш, как предшественник... Ну, это шумеры. Шумеры, как предшественники Вавилона, это будет интересно, чтобы были майя, естественно, научная, Бразилия научная, Корея научная. Решил, знаете, ради интереса поставить еще один Вавилон, чисто проверить, как компьютеры используют вот эту способность Вавилона. Вообще, будет ли он уметь ею пользоваться? Мне кажется, это интересно посмотреть, чтобы Вавилон и за компьютера, и за себя был. То есть, как оно будет? Понятно, Китай, у которого выше озарение, и Саладин, потому что у них крутые бонусы к науке от веры. Ну и цивилизации просто из дополнения. Все остальное случайно поставил. В общем-то, вот такая партия. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Нет, точнее, вру. Я буду сейчас вот прямо в этот день их выкладывать, и они будут постепенно видеть. Но к тому моменту, как видео в общий доступ появится, они уже все серии увидят. Спасибо им за поддержку. Давайте начинать. А, подождите, почему я начать игру? А, я тут поставил, поставил, вот, чтобы одинаковые... Нет, вот, вот так. Тут все равно не будет одинаковых цивилизаций, но просто это потому, что у меня Хамурапис стоит. Почему Вавилон Энбад, а вот из-за этого Энума Ану Энлиль. Озарение дают науку для технологий полностью. Несмотря на то, что Вавилон будет иметь минус 50% к науке заход, вот эта фигня какая-то имба, причем, что вы открываете технологии, даже не связанные деревом технологии, а поэтому даже не ставил сейчас случайное дерево технологий социальных политик, потому что бессмысленно, они все равно будут открываться. Ну и остальное тоже круто. При первом строительстве специализированных районов они получают самое дешевое в производстве здание, которое можно только построить в этом районе. А при первом строительстве любого другого района получаете по самому. У меня только вопрос, первый или... Ну, то есть, судя по всему, только по одному можно будет, тогда это еще не так круто. Ну, посмотрим. Давайте глянем. О, я уже какого-то героя. Я уже астрологию открыл, потому что чудо рядом. И героя какого-то обнаружил. Геракла. Ну, это вот новый режим. Местные мифи и легенды оказались вдохновлены Горой Килимана. То есть, я получаю Геракл, когда вы находите какое-то чудо света, очевидно. Завершите проект посвящения герою в любом... Ага, видите, монумент нужен для того, чтобы этих героев получать. При перемещении не получаете штраф за движение. То есть, это крутой скаут, по-хорошему. Мгновенно завершает создание района. Офигеть. Можно использовать при нахождении на территории вражеского... А, гнев. Геракл уничтожает все имеющиеся здания и разоряет район. Прикольно. Ну, вот, то есть, видите, этого мы можем уже нанять, когда используем... Когда мы совершим проект в... Слушайте, ну, прям сразу рядом с чудом находимся. Офигенный старт, я бы сказал. Я бы сказал, что это офигенный старт. Ну, я бы, наверное, вот тут бы город поставил. А, с другой стороны, это же этот, да? Вулкан. Он еще и активный при этом. А так как мы на четверке играем... Хотя, не знаю, он может и не на две клетки извергаться. Еще и континент сразу другой нашел. Хорошо еще не... Открываются сразу... Ну, я бы сюда поставил. Чтоб лес не вырубался. Потом я мог бы вырубить... Сразу трячь, как что-то эпохи. Килиманджаро увеличивает в два раза. Слушайте, мне кажется, это совершенно крутой старт. Давайте я... Заново начну. Это... Это как-то очень круто. И вы уж извините. Несмотря на... Вот тут можно сразу начать сначала, он другую карту сгенерирует. Это очень круто. Даже на божестве. Я думаю, что Вавилон и так имбанаций. Мне бы хотелось похуже что-нибудь. Так, ну что? Вторая попытка. О, это уже похуже. Видите, и холмов практически нету, и чудо сразу нету. Хотя, тоже нормальный на самом деле. Тоже неплохо. Так, ну я все равно тут вставлю. В принципе, играть можно. Да, видите, практически без холмов. Чудо рядом. Ну, горы зато есть. Это рабочая тема. Так, начнем с разведчика. Нет, да, лучше так. 4-3. Чтобы быстрее разведчик появлялся. Да, зато видите, как долго открываются первые техи. У обычных цифр это 5 ходов, а у нас 10, потому что у нас 50% минус к науке. Так что, начальные 3 технологии, причем которые ускоряют дальнейшее развитие Вавилона, конечно, приходится открывать долго. О! Мы открыли новый континент, а вместе с ним новые мифы и легенды. Герои по имени Ананси. Полубок и странник, персонаж африканского фольклора. При перемещении не получает штраф за движение по лесам и тропическим лесам. Ну, немножко похуже Геракла в плане перемещения. Уловки Ананси. Использование при нахождении бонусным или редком ресурсе Ананси поглощает ресурсы и производит 30 единиц науки, 25 единиц культуры. Все имеющиеся улучшения пропадают, расходуют один заряд. Интересно, а заряды тут как-то восстанавливаются вообще? Атака 6, он стреляющий. Что значит вот атакует 6? Он только 6 раз может проатаковать или что? Вот про заряды пока непонятно. И что такое атакует непонятно. Потом, когда он будет исчезать, они исчезают со временем, то его можно за 400 веры будет купить. Так, международная торговля ускорена. Продолжаем дальше. Ну, Вавилон в центре континента, очевидно, попадает. Так, можно еще подумать. Уже в комментариях, кстати, писали комбо. Всякие комбо по открытию технологии. То есть, какие я вижу. Во-первых, строим прачников, убиваем прачниками кого-то, сразу открываем лучника, апаемся в трех лучников. То есть, нам надо три прачника. Апаемся в трех лучников, сразу открываем, получается, арбалетчиков. Вот у нас три лучника, да? Апаемся в арбалетчиков. И у нас, в принципе, арбалетчики могут быть уже ходу на шестнадцатом. Ну, тут, правда, денег может не хватить. Дальше. Еще одна комбо, которая мне очень нравится. Это мы открываем горное дело, строим три шахты, открывается ученичество. Строим промышленные зоны и три мастерских, открывается индустриализация. Вот это на ходу сороковом, по идее, можно уже иметь индустриализацию и угольные электростанции с углем. Потом, плюс еще и рудник, плюс одно производство будет давать. Кроме этого, что у нас еще? Ну, камень надо, вот обрабатываем, тут, к сожалению, если будет каменоломня. А, у меня есть каменоломня, значит, обрабатываем камень. Кстати, я включил, чтобы менялась пора дня, то есть будут меняться заходы и восходы солнца будут. Строим каменоломня, открывается каменная кладка. Строим древние стены, открывается инженерное дело. Строим акведук. Что у нас тут с акведуком? Военная инженерия, мы видим селитру. И можем строить оружейную. Там, правда, надо еще в военный район при этом выйти, то есть вот... Желательно трех варваров убить. Строим оружейную. Обрабатываем селитру. Здравствуйте, мушкетеры. То есть, в принципе, в мушкетеры и арбалеты мы можем выйти очень быстро. Если этим задаться целью такой. Поехали смотреть, что тут вокруг. Альямон. Двадцать цивилизаций. То есть, по идее, должно быть плотненько. Я вот думаю, строить мне еще одного. Но я все равно не могу сейчас ничего обрабатывать по-хорошему. Рабочими. Так. Мне, кстати, горное дело потом надо точно будет открывать. Поэтому... Я просто думаю, стоит ли мне уже прачников строить или... Давайте, наверное, уже прачников три штуки. Или, блин, карточку. Или на карточке это все-таки делать. Или пораньше прачников. Не, да ладно, давайте разведчика пока. Еще одного. Ну а что тут, рабочим строить нечего. Этот у нас вместо пикинера наш уникальный юнит. Ну, я думаю... Плюс семнадцать к боевой мощи против юнитов... Против кавалерия. А обычные плюс десять имеют. Ну, немножко странновато, кстати. Уникальный юнит. Я не думаю, что прям тут так... Вначале очень много кавалерии. А против других юнитов... О! Блин, Колумбия рядом. Не очень хорошо. Она будет куда-то сюда. Может сразу тогда строить посело? Ну вот, сразу открылась письменность, да? Да. Зашибись. Так, что у нас с лояльностью? И где у нас... Колумбия? Да, рядом. Блин, надо как-то срочно сюда город ставить. Колумбию я очень... Давайте, наверное, тогда... Может сразу уже посело. Так, что он тут обрабатывает? Производство. Все верно. Сколько посел будет строиться? Шесть ходов. Давайте посело сразу, потому что оно это трындец. С другой стороны, сто десять сил. Он просто может прийти этот город забрать. Тоже не очень весело. Так, в какую сторону мне лучше идти смотреть? Наверное, наверх. Потому что тут у меня и так дуболом ходит. Блин, Колумбия... Ну, с другой стороны, Колумбия... Блин, мне нравится, да? Пятый ход уже... Три клетки обработаны у столицы просто. Ну... О, блин. Как-то мы плотничком тут. Ну, два... Ух ты ж... Так, где я могу поставить... Вообще город еще осталось. Вот тут только получается. Охренеть. Тут уже Китай всунул. Просто охренеть. Блин, там... А там еще и Корея. Слушайте, у меня... Будет вообще место... Для городов? Сволочи. Пустите. Дайте пожить немного. Да. Ну, тут клетки никакие. На более высокое производство и не выкупить. На самом деле. Ну, это самка. Компьютер это выбирает. Я вообще смогу поставить города-то? Мне, наверное, надо дуболома тут держать. Как раз. Ну, в том месте, куда я город хочу ставить. Иначе может колумбиец действительно прийти. Тут-то он не будет ставить город. Он может где-то тут на реке поставить. И то раз, два, три... Да, вот сюда город влазит, например, еще. Нет, не влазит. Нет, не влазит. Ну, то есть он где-то тут может ставить. Но сюда он... Если он поведет сюда, то у меня тут будет дуболом стоять. Да. У всех 125, 125 и 110 армия, а у меня 30. Кайф. Они им сейчас будут войны объявлять. Блин, этот сюда ведет куда-то, на реку. Ну, это трындец. Слушайте. Ну, это просто трындец. Нет, тут поставил. Ладно, это нормально. Сюда еще влазит город. Значит. Так, давайте... Ну, не знаю, давайте против варваров пока поставим. И пантеон попробуем. Все равно забрать. Дальше идем... Международную торговлю. Так, здесь так стоим. Ну, тут невозможно больше исследовать. Просто мне надо держать эти территории. Тут я, наверное, все-таки схожу, посмотрю. Кого еще? А, это ГГшка. ГГшка норм. Так, есть. О, две лошади. Отлично. Уже попроще. Но я бы деньги на них не тратил. Я бы лучше, когда поставил тот город, быстрее бы выкупил пряности вот эти. Кахокию встретили. Ну, Кахокию, естественно, первый встретил Корея. Да, какая... Как тесненько-то. Ну, наверное, сверху не будет никого за горами. Но мне надо, главное, тут и тут город поставить. Иначе у меня просто будут города по лояльности отваливаться. О, видите, тут уже минус четыре. Блин, может, мне тогда сюда ставить? Хотя пока сюда пойду. Ну, потому что мне даже нечем эту лояльность снизить, по-хорошему. Интересно, а уже забрали Ананси? А, судя по всему, что нету... Нету... Ну, вот этой вкладки на Ананси его уже забрал кто-то. Блин, какая... Ну, слушайте, ну за Вавилон так и нормально так сложно начинать. Там, иначе дальше будет... Так, давайте я все-таки буду уже прачников строить. Потому что... Потому что иначе мне тут жопа сейчас настанет. Без юнитов. И сейчас кто-нибудь до войны объявит это точно. Блин, тут уже минус два. Да что за хрень? Ну, блин, ну что, туда ставить? Ладно, я сейчас сбегаю и гляну следующим ходом, что там наверху. Ну, блин, хотелось бы здесь, чтобы... Слушайте, может, рискнуть и сюда поставить, не соряя, на минус шесть. Видите, где колумбиец поставил город, да? Выкупить сразу и вырасти быстро. То есть, ну, чем больше жителей, тем меньше... Соответственно, ты можешь сопротивляться лояльности. О, первая руинка. Кстати, я же с руинок, если получаю озарение, то тоже сразу открываю. Получается технологию. Большой бассейн на двенадцатом ходу. Кто бы сомневался. Блин, давайте лучше... Минус девять уже, да господи. А, у меня уже в Вавилоне лояльность падает. Охренеть. Как это вообще играть можно? Как это вообще можно играть? Тебя быстро все заселили и все, и хана. Так, Артура мы находим... Когда какую-то руинку собираем. Так. Целью становится соседний наземный военный юнит под вашим управлением. Артур превращает его в странствующего рыцаря. Уникальный тяжелый кавалерийский юнит с повышенной боевой мощью и сроком жизни в девять ходов, я так понимаю. А не, странно, вот есть. Подожди, а как их смотреть вот просто... А, вот так надо смотреть. Это я в губернаторов заходил. Сорян, их через великих людей надо смотреть. Да, значит, они все еще есть. И Ананси, и Артур есть. Окей. Сейчас у Вавилона пропадет падение, потому что он до трех жителей вырастет. Но... Минус четыре, ладно. Все равно надо. Это просто надо. Блин, ну и поселенца надо делать. Потому что... Если я там не поставлю город, то... Слушайте, может мне где-нибудь тут ставить? Так, восемь шесть, шесть семь. Давайте лучше так. Надо, чтобы Вавилон до четырех вырос раньше, чем поселенец появится. Ух ты, тут какие места. Нифига себе. Так. Ну, мне если кто-то из соседей объявит войну с их армией, мне... На этом игра закончится, очевидно, мне кажется. Так, тут, очевидно, нужен монумент. Без шансов как-то. В Вавилоне бы тоже, конечно, монумент, но и меня тогда все места подзанимают. Потому что я хочу посмотреть, может мне лучше сюда куда-то поставить. Просто у меня надо, чтобы эти города друг на друга. Да, вот уже осуждение от Колумбии пришло. Зашибись. Так, тут... Ну, тут влазит, по идее, конечно, но смотрите, с какой лояльностью. Мне вот сюда надо будет ставить. Понимаешь, что там минус один. Так, тут у нас минус один. Ну, сейчас Эшнуна вырастет, уже попроще станет. Сейчас мы встретим религиозный город-государство. И не первым. Его, наверное, Колумбия встретила. Нет, неизвестный игрок. Так, а что это за новые... А, это иконки города. Полная лояльность. Я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы города-государства по лояльности куда-нибудь отваливались. Опять в руинке нашел. Полная при перемещении получает штраф от типа ландшафта, тоже как Геракл. Наносит урон всем соседним врагам и лечит все свои соседние люди на 40. Окей. А, вот я и ускорил. Вот это жопа. Я в руинке нашел ускорение... Для лучников. Я бы хотел сначала построить три прачника, а потом уже ускорение для лучников иметь. Блин. Как недостаточно удовольствия. Серьезно? А, минус один. Нет, это нормально. Это позволит вырасти. Так, международную торговлю открыли. Может, все-таки удвоенный... Тут явно у меня варваров сейчас не будет рядом пока. Ну и тут оставляем пока на это. Блин, жопа-то какая. Большая и мохнатая. Я бы, пожалуй, возвращался на самом деле юнитам. Все равно минус лояльность идет. Ну, минус 2,3 хотя бы. Уже они 4. Сейчас скоро должны... Блин, может, в Раннюю Империю идти, а не в Мастерство пока. Да! Ну тут в Вавилоне уже в очереди, а уже не будут строиться прачники, очевидно. Блин, ну я не знаю. Блин, ну что, лучника? Так, а сколько стоит купить торговца? 80. Но мне нужно деньги апнуть прачников лучника на всякий пожарный. Блин, так медленно все строится. Конечно, надо лошадей обработать, очевидно. Конечно, Вавилон Имба, но когда тебя вот так подселяют... Это... О, у меня дружба... Так, с Китаем хотя бы дружба может быть. О, так он еще и с Китаем. Колумбия с Китаем воюет. Отлично. Так, минус 2 соседа, в принципе. Это можно же... Так, что-то подвисло. Не говорите, что сейчас... Лясница игра. В общем-то, его намертво повисло, пришлось автосейф загрузить. Так, поменяем, как я... Так. Скаутом удвоен, и тут оставляем на пантеон. Сейчас еще раз этот ход... Так, я хочу вернуться. Здесь глянем, что тут. Дальше пойдем пока в Раннюю Империю. Ну и, кстати, обратите внимание, что у... Так, Гильгамеша встретили. Там у нас улучшается отношение с Китаем. Объявляет войну Колумбия Китаю. Что отлично, как бы, вот они пускай вдвоем и занимаются друг дружкой. Тем более, что у них даже армия равная. Так, каменоломни и... Давайте... Тут я менял в прошлый раз. Блин, а нужен ли... Слушайте, раз они воюют, я думаю, что можно теперь уже строителя после поселенца попробовать. Вот я хочу пока вернуться. Так, монумент там достраивается. Дружбу с Китаем. Я, конечно, понимаю, что это разозлит Колумбию еще больше, но он... Мне как бы и так... Он мне... Она мне и так уже... Так, Симон Болеворобьеву войну... И так уже меня осудил. Давайте глянем у Кореи как с Китаем. Мне вроде нормально. И у Григо Меша нормально. То есть... Я могу через это, кстати, дойти до дружбы с Кореей. Слушайте, может мне рабочего купить? Но с другой стороны, у меня не так сильно... Мне бы деньги на апгрейд прачника, да? Флучника. Да, Триндец, конечно, вот тут надо. А вот тут где-то сверху я вообще могу поставить город нормально? Я имею в виду на реке. Нет, не похоже. То есть туда выше куда-то придется. Так, что и Штуна обрабатывает? Тут все верно. Вавилон. Все верно. Кстати, новых тут городов-государств пока я не находил, да? Ну, давайте вернемся проапгрейдиться. На всякий пожар. В Колумбии и мне еще войну объявят. А здесь... Ну, горное дело. Это единственное, что у нас тут без озарения. Все остальное мне надо как-то... Вот как мне обработку бронзы открыть? А, ну я орошение мне придется еще, видимо, потому что у меня тут негде ферму ставить. Нету вообще варваров. Ух ты, Диадун в осаде. Так, кого встретил? Мехико встретил. Опять не первый, да? Слушайте, ну у меня тут сверху... Все занято ГГшками получается. Ну, хотя тут я еще могу поставить. Под влиянием уже двух цивилизаций Мехико. Блин, отваливается. Да что ж такое? Минус пять. Ну, ладно, этот построиться попроще станет. Так, и мне надо юнит все-таки сейчас завести. Мне, видимо, сюда надо будет лучника поставить. Как сильный юнит он будет влиять. Но у меня счастья не хватает. У меня есть тут что-нибудь счастья? Нет, мне плантации нужны. Вот именно, что мне придется идти стопудового рошения. Причем это будет очень долго открываться. Вот, я вот тут рис могу. Да, мне надо эту клетку будет выкупить. И рабочим идти, очевидно, лошади обрабатывать. Потом рис. Потом пряности. Вот так. Так что, давайте пока на рошение забьем. Охренеть. Что-то там Колумбия божит. Но армия пока одинаковая. 4,7. А если я так становлюсь... Просто через определенный момент начнет влиять на производство отсутствия лояльности. Так, а куда я хочу поселенца тут ставить? Может сюда действительно? Раз, два, три. Ну, туда города влезают по-любому. Причем даже, да, наверное, сюда надо ставить. Тут без разницы, на самом деле. Тут получше даже место выглядит. Что вот до этих камней дотягивается. Да, наверное, дуболом все-таки не влияет, потому что уже не самый сильный юнит. На лояльность теми... А, не, влияет 2,5. А это Вавилон, наверное, вырос. Вавилон вырос. Так, значит, я решил сюда ставить город. Тут дуболом пока стоит. Так, что у нас по армии? Просто мне очень не хотелось бы, чтобы Колумбия вынесла Китай. Очень бы не хотелось. Но у них... По-моему, что у Колумбии, что у Китая в этой эпохе ничего такого бонусного нету. То есть, это не то, что он Лионера выносит, правильно? Блин, мне вот эту клетку бы... Ну, я не думаю, что Диадун в третьем радиусе ее быстро захватит. А вот мой город, да, через два хода ее захватит. Значит, этого ведем туда. Дальше рабочий у нас строится, очевидно. Сколько он будет строиться? Три хода. Купить я его не могу. Он сотку... Да, он быстрее построится, чем я его покупать буду. Да, приветствуем делегацию Китая. Антона Нариву войну Китаю объявляет. Вообще пофигу. Блин, уже минус один лояльность. Так. Что нам еще можно тут взять? Культура от плантации. Кстати, хорошая. Раз, два, три, четыре. От пастбищ тоже вполне. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Даже кромлихи, по-моему. Две веры от каменоломен. У нас раз каменоломня. Два, три, четыре, пять. Вот что мне тут круче? Вера или культура? Давайте размышлять. За веру я смогу юниты покупать. Причем юниты прокачаны. Я себе тут... Ну, если прокачаны, в том плане, что более крутой эпохи. Я себе тут выживу вообще. Ну, это точно нет. Это тоже, наверное, нет. Рыбацкий суда точно нет. Погиня охоты от лагерей. Лагерей у меня нету вообще тут, судя по всему. Ну, каменоломни. Так, религиозные дела. Вера от рудников редких и бонусных ресурсов. Ну, я пока... Бонусных ресурсов вообще нету. Хотя вот... Ну, мало тут. Мало, нет, нет. Ну, вы знаете, я бы, наверное, все-таки взял кромлихи. Потому что вера тут, мне кажется, очень будет в тему. Так что от каменоломен. Берем. Так. Минус 3,1. Блин, даже с этим. Даже с... С монументом. Ну, кстати, смотрите. Посвящение Анансе, посвящение Артуру. Хорошо. Если я это проведу... О, еще какая-то ойя. А когда я ее встретил? А, ну да, встретил. 36 мощи в рукопашной. Если я возьму Артура и начну на Колумбию нападать. Тем более, что Артур еще может из войн... Давайте, наверное, посвящение Артуру сделаем. Слушайте. Тем более, что он еще из война может... Давайте еще раз проверим, конечно. Ну, у него самая большая сила. 36, да? И он еще на 5 бегает. У него 24 хода срок жизни. Блин, это какая-то имба. И он еще может сделать соседнего наземного юнита... Странствующим рыцарем. С повышенной силой. То есть, на 9 ходов. Да, мне кажется, я захвачу тут Колумбию... Таким макаром сейчас. Это ж трындец какой-то. Нездоровый. Ну, конечно, сейчас глянем. И я избавлюсь от проблем с лояльностью тогда резко. Только надо подумать, куда мне лучше идти. На этот город или на Диадун? Ну, наверное, на этот. Тут с Диадуном Китай. Вопрос только не за... Ну, блин. Я вот стопудово просто уверен, что Фераксис не научили компьютер пользоваться вот этими ребятами. То есть, компьютер сейчас нифига не будет этих героев брать. Так. Смотрим. Минус 3,2. А если так... Минус 3,2 все равно. Хм. Пошли еще ходом обновиться. Так. Гончарное дело я открыл. Давайте, наверное, обработку бронзы открыть, потому что я что-то не вижу здесь варваров. Просто-напросто. Да, слушайте, Артур вообще в тему тут будет. Все больше и больше в этом убеждаюсь. В течение 24 ходов. А, еще и Вера, кстати, я же потом могу заново их покупать. А мне кажется, что это как-то круто. Вот сейчас уже иметь юнит на 36 силы. Где вообще ближайший юнит с такой силой? Сколько рыцарей, например? 48. Ладно, это уже норм. Арбалетчик 40. 41. А, ну это, кстати, у нас всадники и мечники. Хм. Не, вообще лучник никак не влияет. Жаль. Не, ну я тут должен успеть достроить этот проект до того, как совсем упадет лояльность. И мне надо эти города захватывать. Ну тут как бы... Что еще можно сделать? Ну, правда, еще я счастье сейчас получу. Ну, опять же, не счастье, а мне... Раз, ход обработал. Два. Три обработал. Четыре. Пять. Шесть. Еще шесть ходов мне до счастья. Интересно, очки эпохи дают за этих героев? Блин, я не успел Артура призвать. А я думал, их не научили. А не написано, кто призывает, да? А, написано, только я не встретил. Ну, по идее, у меня остается это производство. Блин, ну в жопа тогда опять начинается. Ладно, Ананси. Тридцать дальнего боя, восемнадцать в рукопашной. Шесть раз может атаковать. На бонусном или редком ресурсе. Поглощает ресурсы, производит тридцать зенит науки и двадцать пять культуры. Ой-я. Ну, давайте, ой-я. Мне, очевидно, надо с Колумби атаковать. С Колумби воевать. Просто открыли все. Причем, какая-то картинка, как будто это чужая. Это называется, как будто я ускоряю. А на самом деле, видите, я открыл. Стоп, а нафига я тут... Блин, нафига я тут разведчика строю? Мне трех лучников надо. Блин, я не могу этот город увидеть. Ой, так, ранняя империя открыта. Это мы можем поставить карточку на посила. Очевидно. Или на производство пока. Давайте на производство. И дальше давайте мастерство открывать. Блин, с Артуром не свезло. Да, немножко. Да вы прикалываетесь. Да идите в жопу, твари. Да что это за хрень такая? Да эти героя, сволочи. Света. Куда ты бьешь, Света? Я вообще считаю, все нечестно это уже. Подселили. Героев забирают. Шариков не дали. Никакого праздника. Вы сидите там за мониторами, глаза вылупили, смотрите на это. Что за фигня? Мне кажется, надо сюда везти. Так, ну я арбалетов открою. Я думаю, что я три лучника здесь сделаю. Так, тут обязательно нам монумент необходим. И вот так растем, конечно же. Так, нужен... Давайте, наверное, Виктора в Эшнуну. Фу, слава богу, тут решил... Если сейчас еще и третьего героя заберут, я буду очень расстроен. Право прохода за два золота и одно золото в ход. А можно вот это вот все заменить на какое-нибудь золото в ход? Ну, хотя бы за восемь золота в ход. Ну, ладно, давай. А девять дашь? Нет, не даст. Ну, давай так. В принципе. Тем более она мне еще тоже право прохода дает. Устраивает. Ну, кажись, теперь я могу... Да... Да вы прикалываетесь. Ну, это... Это просто какой-то прикол, блин. Это просто прикол. Пять ходов. Ну, тут лучник третий быстрее сделается. Блин, куча производства просто в жопу. Обнаруживает нового героя. Да не знаю, там же не было кавалерии у... У Колумбии, правда ведь? Я просто думаю, стоит ли мне уникального героя? Четыре хода. Ну, получу я четыре очка, да? Это будет четырнадцать. Мне еще пять очков. Фиг знает, где брать. Пошли, наверное, вылазить отсюда. А сколько стоит... Вы помните сколько? Там, по-моему, соточка с чем-то, как минимум. Апгрейд в... Арбаль... Ну, арбалеты тут уже будут круто. Знаете, раз... Блин, ли строителя лучше. Что мы тут можем еще ускорить, чтобы быстро... Ну, сейчас... Делать... Ну, железо я смогу открыть, да? Обработать, например, каменолом. Наверное, давайте рабочего. Торговец здесь... Наверное, рабочего. Так, я надеюсь... Корея не думает на меня еще напасть? Да, елки, опять... В чем дело? Почему игра стала крашиться? Смотрите, если вы думаете, что вылеты из-за каких-то модов у меня, то я всегда отключаю моды, когда выходит патч и отыграю за... Ээээ... Этот... Ну... За новую цивилизацию на божестве. А как только вышел патч, я все моды специально выключаю, потому что... Вполне естественно, что они могут конфликтовать, да. Такое бывает. Так, мастерство... Давайте на один ход... Начнем мистицизм открывать. А, блин, что я туплю? Как же я могу обработку бронзы? Скоро, если варвары, в принципе, отключены. Я же их специально отключил, еще сказал, что... Блин, может тут пока постоять? Что-то мне не нравится. Это Корея? Корея? Вообще не нравится. Да, блин, сволочи, ну дайте пожить! Ну что вы какие-то твари, я не понимаю. Да, кстати, уникальное здание. На сегодня не успею его построить. Семь ходов. Ну я решил тут строителя делать. Уникальное здание, кстати, крутое. Единицы жилья и две единицы производства. При этом все клетки с пресной водой получают плюс единицу пищу. То есть... Так. Как бы тут... Пресную... Можно тут вот так сделать? Вода, например. Нет, не ищут. Ну, вот все рядом с речкой просто получат без всякой, я так понимаю... Без всяких улучшений. Просто вот все клетки рядом с рекой получат плюс одну пищу. Нифига себе, да? Листья падают с дуба ясеня. Нифига себе, нифига себе. Ну, то есть... Просто еда падает рядом с рекой. На ровном месте с... С таким зданием. Только нам, конечно, выжить для этого надо. Так, тут пофиг на это счастье. Так, ушел куда-то корее. Ладно. Мне не нравятся вот эти вылеты. Совершенно не нравятся. Не пойми из-за чего. Я вот теперь думаю... Ну, вообще три хода еще лучник. Я бы, наверное, все-таки этого вел к Колумбии. Ну, наверное... Не знаю. Скаутом тут постою. Мне надо захватывать эти города. Скоро он отвалится? Не, мне кажется, вот этот мне надо захватывать. Тогда даже этот, может быть, ко мне начнет по лояльности. Сколько вообще городов у Колумбии на данный момент? Четыре своих и Диадун. Ну, очевидно, вот это два. Так, мне надо будет, наверное, лошадей кому-нибудь продать. Рапикум утрачивает лояльность. Ну, я... Знаете что? Я, наверное, буду вот восстанавливать теперь лояльность в Ишнуне и пересаживать Виктора в Рапикум. Какая-то вот такая схема. В Колумбии еще и армии нет. Не, ну, слушайте, я должен двумя арбалетами стопудово брать. Мне главное, чтобы дуболома не убили, то есть... Тот юнит, которым я собираюсь захватывать. Но, в принципе, выглядит схема рабочей. Довольство минус два. Ну, сейчас появится довольство. Наверное, производство все-таки тут переключу. Тут еда производства. Тоже можно убирать. Катапульты поехали. Не, ну, слушайте, я, наверное, когда апну в арбалеты, у меня... Мне кажется, знаете, при игре на божестве против компьютера тут просто тупо надо идти в арбалеты, чтобы апнуть в арбалеты, у тебя стала самая сильная армия. Мне кажется, она должна так стать. И все компьютеры такие сразу... Воу-воу-воу. И перестали к тебе лезть. Так. Этого, очевидно, обработать по пути... Нет, мне надо шоколад обработать, потом эту каменоломню и, наверное, еще раз лошадей. Поэтому в шоколад идем. Ну, теперь надо... Блин, пять ходов, да. В следующую эпоху будет давать уникальное здание. Так, ну сейчас я себя уже немножко... Вот сейчас лучник появится. Правда, конечно, вопрос... Сколько будет стоить апгрейд? По-моему, сотка без... Ну, даже сто с чем-то без карточки наемников. Какой ход? Тридцатый ход арбалетчики. Апгрейд... 125. Просто охренеть. Так. Кто у меня хочет купить лошадей? Например, Корея. Не, ну три золота в ход... Мне нужны сейчас прям деньги. Шестьдесят. Пятьдесят. Какая жадобина. Сорок. Подождите. А почему у меня нету очков влияния вообще? Да, так что только с одним арбалетом пока буду. Я думаю, мне этого хватит. У него мощь больше, чем вообще все другие юниты. И я явно его буду сейчас прокачивать еще дополнительно. Наверное, тоже поведем туда. Эти, наверное, и скаута тоже сюда отправим. 117 армия у... А сколько сейчас строятся арбалетчики? Семь ходов. А если я карточку поставлю, а карточка не поможет, потому что она на арбалетчиков не действует. Она от древнего мира и античности. Плюс две лояльности с гарнизоном. Слушайте, мне может вот это поставить? И там как раз скаута в тот город запихнуть? Тут при создании поселенцев. Мне бы, конечно, в столице поселенца уже строить. Да. Давайте. Сюда вот надо везти. А этого парня в рапикум. Это я поторопился его. Да, давайте военную традицию, потому что бонус с фланга даст. Мне, наверное, следующим ходом стоит объявлять войну. Колумбия. Ну, блин, мало денег просто за лошадей. А, в общем-то, больше мне и негде. Мне просто не знаю, сколько мне сейчас силы армии добавят. За апгрейд арбалета. 80 всего. Ну, боже, они все в золотой выше. Ну, как так-то? Ну, трындец. У меня сейчас так будут города отваливаться. Ну, что такое? Почему? Наверное, вольнодумство надо брать. Потому что я тут собираюсь кучу озарений делать. Блин, ну это трындец. Хотя, минус 2, в принципе. Ну, даже столица, ну, минус 0,1 идет. Из-за золотого века. О, минус 0,2. Это благодаря... гарнизону. Так, интересно, как лучше? Официальную войну или через договор с Китаем? А, нету. Вот, присоединиться к войне. Есть. Давай ты мне что-нибудь заплатишь за это. Однократно одну монету? То есть ты же адобина вот такая китайская. 52, 51, 50. А если мы уменьшим? Ну, он жадный. Реально жадный. Ну, чё, ладно. А, всё равно 100 претензий создаётся. Даже так. Ну, шо поделать. Нам нужны эти города. Так, вот... Сейчас дуболома желательно не подставлять. Конечно. Блин, как-то слабовато... Арбалет против Маракайба. Да, 13 ходов арбалетчики. Ну, строителей тут. Да, тяжело. Афига? Нафига... Колумбия спамит арбалет... Катапульты. Катапульты. Ух ты, он прям за открытые границы готов. Отлично. Отлично. У нас... Возможность апнуть ещё один арбалетчик. 125 там, да? Приближается. Так. Блин. Незаметно как-то сюда подкрался копьё. Ну, он, конечно, разграбит меня рис, но это странный какой-то суицидальный манёвр. Не, мы тут стоим. Да, смотрите, 4 науки, конечно. Ну, ничего не скажу. Способность крутая у Вавилона. Вот это то, что мы уже в арбалетах. Это, конечно... Видите, мы уже всех опережаем, несмотря на... Ну, конечно, по количеству тех мы явно должны... Даже не последние всё равно. Кайф. Так, что мы тут можем такого выполнить? Ну, нам торговый путь нужен для денег. Очевидно. Рудник для добычи ресурса. Но это надо... Вот сейчас мы железо откроем. И... Если оно где-нибудь тут будет, то после обработки камня я пойду именно железо открою. Ну, так-то реально нам можно забить абсолютно на науку. Блин. Вот мечник уже не особо приятно. Так, бонус за атаку с фланга. 50% производства к юнитам кавалерии древнего мира и античности. Ну, нет. Так, а когда у нас апгрейд вообще? Следующим ходом, очевидно. Блин, как бы нам так поставить... Юниты, чтобы они... Тут еще тяжелое место такое. Так, ну... Ну, пращник не работает. Ну, давайте, наверное, так. И по мечнику. Не должны убить арбалет. Так, этот лечится. Военную традицию открыли. Ну, пошли в политическую философию. Железо. Есть у нас железо? Нет. А, железо у нас нет. Зашибись. То есть вообще рядом, да? Ну, давайте я даже поиск сделаю. Потому что я слепой. Да, кайф. Пять баллов. Хорошо. Нам как-нибудь можно ускорить колесо? У нас тут... Я вижу, где можно строить шахты. Только на Интаре, на самом деле. Ну, на ресурсе. Да, конечно. Это не фонтан. Ну, я не знаю. Давайте, наверное... Очевидно... Обработку железа открывать. Потому что я не вижу, как это ускорить вообще. Полное отсутствие железа. Кайф. Ну, сейчас интересно будет следующим ходом, как тут куча еды появится. А он... Кстати, он рис мне не разграбил. А, класс. Лесопилку. Это ж водяная мельница. Да. Блин, пять еды. Офигеть. Это все на этих всех клетках, которые, ну, к Эшнуне относятся. Появилась еда. Зашибись. Так. Ну, я бы в Эшнуне тогда стену строил. Тут она, очевидно, нужна. Так. Тут мы апаемся. Тут мы убиваем. Блин, мне придется вернуться. Вот. Не могу никого обстреливать. Блин. Что-то я не очень удачно... Рабочим там стою. Так, ну, наверное... Так, ну, наверное... Вообще, мне кажется, стоит торговца и на коммерческий район, в общем-то. То есть, торговца, потом строителя, чтобы вырубить под коммерческий район. Как я и обещал в обзоре на эту цивилизацию, я вообще попробую без кампусов играть. Вообще, следующий путь нам бы, конечно, ученичество открыть. То есть, коммерческий район, акведук и промышленный район. Ну, в столице я могу акведук только либо сюда, либо сюда ставить. Соответственно, раз тут соседство... Блин, ну, тут вот камень и лошади. Вот тут и вот тут промышленные районы неплохо. Каммер... Блин, кое-как еще надо подумать. Не знаю, я, наверное, пропущу ход. Мне надо вот так идти. Чего мне вот так обходить? Это, наоборот, дольше будет. Так, ну, пока держусь. Тут производство. Так, окей. Давайте... Это что это он? Сюда лезет и лезет пищом. Так, ну что, мне не хватает буквально 14 монет. Может, за моих лошадей кто-нибудь 14 монет даст? Ну, вообще, я даже... Я просто думаю... Мне надо вот это лапать, на самом деле, в арбалета. Так, а союзник Колумбии нету никого. Что города-государства хотят? Торговец. Священное место. Просто думаю, ну, вот у меня будет 115 в следующем ход. То есть, мне, может, 10 монет надо. Надо, сколько ты мне хочешь дать за лошадь? Просто вот за лошадь. За 8 лошадей. Я их все равно строить явно не буду. 40 это, наверное, много. 30. 20. Так, уж он по сотке добавляет. 25. Может, мне не стоит Корее продавать лошадей? Я вот думаю, давайте Гильгамешу попробуем. Тем более, у него вообще лошадей нету. Может, его попробовать на... К войне присоединиться с... О, и он даже готов. Отлично. И даже денег готов больше отсыпать. Ух ты. Ему прям вот реально лошади нужны. Смотрите. Вот это я хорошо зашел. Мне опять в комментариях будет писать. Нажми сделать договор более рано. Дело в том, что он мне тогда поменяет на золото вход. А мне надо именно вот эти однократно, чтобы он давал. Отлично. Еще одного подтянули. А там с Симоном Боливаром еще... Да, тут еще двое. Ну, тут с кем-то дружит. Еще кто-то его осудил. Так, ну вот теперь хорошо. Деньги есть. Так, тут я, наверное, буду каменоломнее. А есть с кем поторговать чай? Если есть, то я тогда обработаю пряности. А, только ртуть у Боливара. Тогда нет. Тогда пойдем камешек обрабатывать. Что здесь? Ну, палгум. Очевидно. Потому что это какое-то очень крутое здание. Тем более у меня тут рек дофига. Это просто офигительно. Так, ну тут производство. Обстреливает этим. А так дал. Нееет! Тварь! Ну что за хрень? Ну как так-то? Как умирают арбалеты? А да, что это за хрень? Боже, как я ненавижу. Ну что? Что? Что это? Какое, блин, это? Нет слов. Не мог. Я бы, на самом деле, пустил в Ишнуну. Но тут вот это говно стоит. Каким-то образом просочилось. Блин, ну это... Это какое-то читерство. То есть... Арбалет уничтожается всего лишь катапульты и мечником. Хотя это... Юнит вообще следующей эпохи. Я возмущен. Просто возмущен. Так. Что нам дальше? Рудники. Я хочу рудники, коммерческий район построить. Да. То есть вот потеря юнита и как вот мне теперь... Я же не могу теперь арбалеты строить. Они строятся миллион ходов. То есть мне надо заранее настроить... О, да пошла ты с этой... С чашкой на голове. Кто-то возносится, кто-то не возносит. Вот что-то вот... Пошел, сбегал за этой и не атаковал. Содержание юнитов уменьшается. Ну вот это, кстати... Блин. У меня, наверное, будет лояль... Ну тут у меня нету вообще гарнизона. Здесь уменьшается, ну потому что я вы... А нет, у меня стоит там гарнизон. А, ну я давайте... Давайте, наверное, Рейну... Рейну посажу в Рапикум. Отлично. Тогда я могу поменять эту карточку на гарнизон. На самом деле. Взять на... На... Содержание юнитов. Или поставить... Блин, а я могу где-нибудь вообще строить юниты? Ну я вот могу в Ишнуне начать юниты строить. То есть мне бы дуболомов... Блин, а каких думал? Я уже открыл мечников, да? А, ну мечников я открыл, но у меня железа нету. И с другой стороны... И с другой стороны... Хорошо. У этого парня катапульты... Ну вот, ну нафига вот мне этот сабум кибитом? Он бесполезен мне вот сейчас. Этот воюет катапультами и... Копьями. Мне кажется, стоит поставить карточку и воинов наделать. А с другой стороны, мне бы коммерческие районы поставить. То есть мне рабочие нужны? Ну, рабочая карточка на рабочих... Вот здесь. Наверное, тут надо карточку на рабочих поставить. А здесь пока содержание юнитов. Тем более, политическая философия скоро. Вообще, этих героев штук семь, я так понимаю. Так, тут стоим, ждем 125 золота. А железо вообще у кого-нибудь есть? Да, вот, кстати, у этого придурка есть, к сожалению. Наверное, Антона Нарима у него в союзниках или нет? А, блин, какао. А, какао у меня самого есть. Героев не дали, шариков не дали. Все не... Салон красиво стоит. Корея вообще хорошо выглядит. О, тут уже всем я догнали. И Симон Боливар тоже. Хочется сказать, что он уже в арбалетах? 446 силы у Кореи. Так, катапульта, акведук, мачу-пикчу. Но это за счет стен. Так, здесь строители. Здесь строители. Давайте смотреть. Значит, центр коммерции. Плюс два, плюс два, плюс два, плюс два. Акведук. Кстати, за счет акведук я должен, по идее, послов получать. О, так я тут много где могу акведук. А, так я тут могу акведук. Смотрите, если я тут акведук построю, тогда вот здесь нормально встанет промышленная зона. Очень неплохо встанет. Вообще, она еще лучше вот здесь встанет, потому что там промышленная зона имеет соседство от каменоломен плюс два. Блин, где она тут? Плюс два. Нет, плюс два канал дамба. Плюс два акведука, плюс два бани. Нет, плюс один от каменоломни. И плюс один от стратегического ресурса. Ну, тогда я бы здесь, наверное, ставил акведук. Блин. Нет, наверное, блин, тут холм просто не хочется производство терять от... Хорошо, если здесь акведук, здесь промышленная зона Вавилона, здесь коммерческая зона Вавилона. И коммерческая зона Рапикума здесь. А сюда мы поставим правительственную площадь и сюда где-нибудь город еще. Да, наверное, так надо делать. Ну, мне бы коммерческую зону пораньше, а получается, что только так? Нет, правительственная. Блин, мне еще вот эти клетки, значит, надо как-то выкупить побыстрее Кореи. Так, ну я тут отложу на один ход производства. Ну, блин, что так неудачно тут как-то у меня с рабочими мешаются. Всячески. Истек срок дружбы с Китаем. Возобновим. Четыре. Одинаковое количество городов с Китаем. Так, в Вавилоне мы откладываем производство. Вот там строитель. А к ведуке что ускоряют? Напомните, пожалуйста. А, военную инженерию селитру. Откроем. Блин. Я же, по-моему, не смогу дуболомов апать в мушкетов без железа. То есть... Или смогу. Если мечники открыты, наверное, смогу. Но мне в любом случае нужен военный лагерь еще. А вот эти военные лагеря сюда поставил. Если б деньги были. Так. Спасибо. 14 14 14 Ну, в принципе Так, давайте еще в Ишну не решим, как у нас тут будут Центр коммерции Вообще везде плюс 2 практически дает Акведук тоже можно много где поставить Хорошо, а промышленную зону тогда? Ну, промышленная зона будет соседство только от вот этих лошадей Так? То есть надо смотреть как-то Акведук рядом с лошадьми И рядом с Центром коммерции Центр коммерции можно вот сюда определить Тогда Производственную площадь сюда Акведук сюда, наверное, так? То есть это все равно вырубать надо Блин, ну я бы тут лучше вообще начал с Центра коммерции Прямо конкретно, а не с Акведука в этом городе Это надо как-то по-другому, наверное Тут у нас не холмы? Нет, тут тропический лес Давайте, наверное Давайте, наверное, сюда Центр коммерции Сюда Производственную А сюда Акведук Ладно, на этом серию первую я, пожалуй, завершу Напомню, что спонсоры прямо сейчас могут уже продолжение посмотреть Для всех остальных оно появится завтра Ситуация, конечно, сложная Но, в общем-то, благодаря способности Вавилона я тут держусь С другой стороны, вот если Корея, например, решит напасть Я не знаю, что делать Но, в принципе, все прикольно Конечно, надо, несомненно, надо идти в порох То есть мне нужна оружейная А это значит, что мне нужен военный лагерь Казармы Ну и после казармы будет оружейная Это откроется, когда я Акведук построю Акведук я в Вавилоне буду строить Ну, коммерческие районы То же самое надо ставить Ну, как минимум То есть, помните, во всех прошлых играх Мы просто дико отстаем по науке Вот тут вот в технологическом дереве Сейчас мы наравне, но Проблема в том, что я тут потерял Конечно, один арбалет Это плохо Тремя арбалетами мы бы Колумбию смели Действительно Но вот, опять же, есть проблема Потому что у вас нету просто денег на апгрейд сразу В эти крутые юниты Но с помощью коммерческих районов Мне, естественно, надо сначала коммерческие районы поставить будет Хотя, опять же, тут не очень пока все это понятно Тут придется Акведук сначала делать Ладно Спасибо, что смотрите Играйте в умные игры Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok